После атаки российскими беспилотниками по энергетической инфраструктуре Одесской области 300 тысяч человек до сих пор без света, ситуация с каждым днем все больше стабилизируется. Давайте сейчас узнаем, какая обстановка в регионе с обеспечением коммунальными услугами. Наш корреспондент Виктория Синько с нами на связи. Виктория, хотим услышать, узнать, что сейчас, что сейчас с светом, что сейчас с водоснабжением, что сейчас с отоплением. Все вопросы, связанные сегодня с обеспечением жителей Одессы, хотим от тебя услышать. Тебе слово. Здравствуйте, коллеги, уважаемые, дорогие телезрители. По ситуации в Одесской области, около полутора миллиона человек в Одессе и Одесской области остались без электроснабжения после атаки российскими беспилотниками в ночь на 10 декабря. Россия осуществила атаку дронами по двум объектам энергетической инфраструктуры Одесской области, вследствие чего, по сообщениям Украинерго, были повреждены высоковольтные магистральные линии и оборудование. Из-за этого город был практически полностью обесточен и работали с энергоснабжением только объекты, критическая инфраструктура, роддома, больницы и так далее, настолько, насколько это было возможно. По касаемо по воде, в связи с тем, что насосные станции и резервные линии водоснабжения, они зависят от электроснабжения, и город был практически тоже без воды около полутора суток. И во второй половине дня вчера, в воскресенье, удалось энергетикам и сотрудникам водоканала все-таки подключить воду. Сейчас вы видите кадры, как на протяжении вот этих полутора суток, когда у горожан практически не было водоснабжения, город организовал им поставку технической воды в те районы, которые были, в принципе, полностью без воды находились. Касаемо тепла, то из-за скачек, скажем так, из-за напряжения городские котельни тоже удалось перезапустить. И сейчас, на данный момент, по информации Одесского городского главы Геннадия Труханова, из 140 котель на городских не работает 43. То есть сотрудники теплоснабжения, коммунальники, энергетики дальше продолжают восстанавливать, чтобы тепло горожанам уже полностью пошло, было возобновлено. По свету, по словам главы Одесской военной администрации Максима Марченко, если в субботу было без света находилось около полутора миллиона граждан в Одессе и Одесской области, то по состоянию на воскресенье это количество уже значительно уменьшилось, до 300 тысяч. По словам Марченко, эта ситуация на сегодняшний день должна, в принципе, выровняться, и еще большее количество людей будет подключено к энергосетям с электроснабжением. Также сейчас уже ранее не работали, сейчас уже потихоньку начинают работать и бюветы. Их в городе 16, сейчас 6 работают, 10 еще не работают. Также очень активно работают за эти выходные, работали пункты несокрушимости. Их в Одессе около 240. Давайте послушаем прямую речь Одесского городского главы. Обстановка изменится постоянно. Обстановка меняется постоянно. Основная задача – удержать критическую инфраструктуру, вода, тепло, работа насосных станций и котельных. В городе работают пункты несокрушимости, более 250 локаций, только вчера их посетили более 15 тысяч человек. Работают все коммунальные службы, поэтому ситуация полностью контролируемая, хоть и непростая. Продолжая тему пунктов несокрушимости, они находятся на территории учебных заведений, школы, лицеи. Также пункты несокрушимости развернуты возле ГСС, в отделениях полиции. Очень активно помогает бизнес, рестораны, кафе помогают заряжать гаджеты местному населению. Также в эти выходные были заполнены торговые центры, супермаркеты. Там тоже были такие пункты, где можно было подзарядиться. И с личных наблюдений, например, если я сегодня посетила супермаркет, который находится недалеко от меня, то в субботу я там была, там было около 30 человек, которые заряжали свои гаджеты. То есть сегодня сидела одна женщина. То есть говорить это о том, что ситуация, в принципе, электроснабжения в Одесской области потихоньку возобновляется. В Одессе сейчас, по словам сотрудников одесских электросетей, продолжают работать аварийные отключения электроснабжения, а в области графики экстренные. Мы далее продолжаем следить за ситуацией, вам оперативно будем передавать информацию.